Дорогие друзья, в нашей студии сейчас находится известный, интересный человек. Это сотрудник психиатрического отделения McKenzie Health Борис Барт. Борис, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Во-первых, большое спасибо за то, что вы приходите и нам очень много полезного рассказываете из психиатрии, из психологии. Сегодня я вот о чём хотел с вами поговорить. Агрессия. Сегодня мы живём в таком мире эмоциональном, нервном, который вызывает у людей ту самую агрессию, так как мы её понимаем. То есть ваши неудачи выливаются в крики на своих близких, родных. Вы можете расталкивать людей где-нибудь там в очереди, добиваясь чего-то своего. И я хотел бы, чтобы вы с точки зрения психиатрии сказали нам, агрессия – это болезнь или это нормальное чувство для любого человека? Когда мы говорим «агрессия», Игорь, мы имеем в виду какое-то действие. Если это действие направлено на другого человека, и другой человек его не хочет, то это ненормально. Это действие, агрессия, оно может быть двумя путями направлено на этого человека. Или физически вы что-то делаете ему, чего он не хочет, или эмоционально. Например? Например, вы кого-то толкаете, вы кого-то бьёте, вы кого-то колете или бросаете в него что-то. Это всё физические действия, направленные на другого человека. Другое дело, что если вы кому-то бросаете мяч, то это не страшно. Но если этот человек этого не хочет, это агрессия. Если вы над кем-то эмоционально издеваетесь, говорите ему какие-то нехорошие вещи, неприятные слова. Не то, что он вас попросил, скажите, дайте мне, пожалуйста, фидбэк. Скажите мне, как я сегодня, не знаю, танцевал. Но вы говорите специально, зная, сделать ему больно – это агрессия. И вообще я хотел спросить, это болезнь или нет? Это может быть проявление, всё время постоянное проявление агрессии может быть симптомом каких-то болезней, о которых мы можем позже поговорить. Но главное, что здесь надо увидеть и определить, болезнь это или не болезнь, это в том, где и когда проявляется агрессия. Потому что это очень зависит от условий. Ведь когда мы видим, когда два человека сражаются на шпагах, они пытаются друг друга уколоть, но мы же понимаем, что это спорт. Или когда борцы бьются друг с другом в боксе, мы понимаем, что это агрессия. Они не хотят один другого, один не хочет, чтобы его другой ударил, но мы понимаем, что это спорт. Мы видим, когда наши дети играют в компьютерные игры и убивают там массово, наверное, те, кого они убивают, тоже там в компьютерных играх, не хотят, чтобы их убили. Но это опять же, это компьютерные игры, это можно. То есть есть агрессия, которая как бы разрешённая, культурно принятая. Однако наша культура уже далеко ушла от той культуры, которая была в средневековье, когда мы наблюдали, как люди убивали друг друга на глазах зрителей, чтобы порадовать зрителей. Мы такого больше не делаем. В этом плане наша культура ушла далеко. Хорошо. Присуща ли агрессия любому человеку? Агрессия, злость присуща любому человеку. В то, как выражается злость, произойдёт ли эта агрессия в культурных рамках, или она возьмёт некультурные рамки, за рамки культуры. Есть разные группы, я бы подел на четыре, наверное, группы людей, которых, когда агрессия выходит, и мы можем её наблюдать прямо вот открыто, и первая группа, это мы как-то говорили с вами, это те люди, у которых есть состояние психоза. Мы говорили про разные заболевания, которые могут вызвать состояние в мозге, появление новой информации, которую человек считывает как свою собственную новую информацию. Например, вот был пациент, который толкнул женщину на улице, посчитав, что она инопланетянка. Полиция приехала, он рассказал, что он толкнул, потому что она инопланетянка, его привезли к нам, у нас он какого-то больного тоже напал. Почему? Это больной тоже инопланетянин. Когда я с ним побеседовал, спросил, есть ли ещё инопланетянин, он сказал, больше нет. Всё, я знаю, что я в безопасности. Вот такие больные, которые получают психоз, они могут быть агрессивными, они могут проявлять агрессию, которая не признана обществом, и мы знаем, что с ними делать, их надо лечить. У них есть какое-то заболевание мозга, или это вызвано психиатрическим заболеванием, это может быть вызвано инфекцией, это может быть вызвано проблемами с почками, с сердцем и так далее. Но это вот небольшие случаи, когда есть психоз. Это одна группа. Вторая группа людей, это когда мы тоже о ней как-то говорили, когда говорили про деменцию, это группа людей, которые нарушаются баланс между злостью и агрессией, вызывающей частью мозга, которая называется миндаловидное тело, оно даёт импульс агрессии, оно даёт злости проявиться в виде агрессии. Но, однако, наша фронтальная часть мозга обычно эту агрессию купирует. Говорит, окей, я сейчас злюсь на человека, который меня обогнал, который меня подрезал, который меня толкнул плечом в Макдональдсе, я на него разозлился, но я понимаю, что это неправильно будет пойти и дать ему сдачу, и толкнуть его назад. Я понимаю, что это не место сейчас устраивать гонки с этим BMW, который меня обогнал и подрезал. Я лучше вернусь домой спокойно. Почему? Потому что передняя часть мозга берёт контроль. Но есть проблемы, есть болезни, когда либо амигдала, вот эта часть мозга, которая ответственна за агрессию, она слишком сильная, слишком активная. И такие заболевания могут быть, например, при постфоматическом синдроме. Эта часть, она слишком активная. В этом плане, если вы видели фильм с молодым Де Ниро, «Таксист», был такой фильм, вот там это очень красиво выражено. Что? Ну как, быстрее, чем ты, сукин сын. Я тебя засёк, ублюдок. Я жду. Твой ход. Твой ход. Давай, не тяни. Без глупостей, мразь. Или наоборот, фронтальная часть мозга плохо работает. Или из-за того, что началась деменция, или из-за того, что какие-то субстанции человек принял, как алкоголь, например. И тогда этот баланс нарушил, и агрессия может выливиться во что-то, что культурно не принято. Это вот вторая группа такая. Третья группа – это те люди, которые относятся к тому, что называется антисоциальные нарушения личности. И здесь надо немножко отступить и сказать вообще, что такое нарушение личности. Так вот, нарушение личности – это тип поведения, который не меняется, постоянный тип поведения. И он как-то выражается на том, как эта личность ведёт себя с окружающими, как она выражает свои эмоции и как она строит отношения с людьми. Когда мои студенты спрашивают меня, как же отделить нарушение личности от болезней, так я говорю, представьте, человек на необитаемом острове, если на необитаемом острове нет проблем, значит, то, что мы видим, это нарушение личности, потому что, чтобы проявилось оно, нужны люди вокруг. Так вот, антисоциальные нарушения личности – это люди, которые не имеют понятия совести, то есть совесть отсутствует, нет понятия, что я в чём-то виноват, нет чувства вины, нет чувства эмпатии. И поэтому такой человек хладнокровно может идти и причинять насилие, мы говорим про насилие, другим людям. Опять же, если мы коснёмся фильмов, самый лучший фильм, который это показывает, на мой взгляд, это «No Country for Old Men». Вот там есть такой голубоглазый хладнокровный убийца, который получил Оскар за свою роль, но он там ходит, и потому что ему что-то надо, он кого-то убил. Убил, как выпил чашку кофе, и пошёл дальше. Эй, в чём дело? Пожалуйста, выйдите из машины. Что это значит? Стойте прямо, сэр. Он может делать страшные, агрессивные вещи другим людям без какой-либо эмоции. И это вот люди с антисоциальным поведением. Скажите, они как-то называются, эти люди? Бандиты. Я имею в виду психопаты, там я слышал, социопаты. Бандиты. Это те люди, которых больше всего стоит опасаться, потому что это те, которые вас ограбят, они заберут ваш кошелёк, они не придут специально вас побить. Но когда им что-то надо, они у вас это заберут, и если вы будете стоять у них на пути, и за это им ничего не будет, за то, чтобы вас убить, вас убьют. В плане социопатов и психопатов, мы, может быть, я чуть попозже в этом скажу, но в плане диагностики, в нашей святой книжке DSM-5, где есть все диагностики, там нет такой диагностики социопат и психопат. Но в криминалистике это есть, потому что криминалистам важно найти этого человека. И понять, а чтобы найти, надо понять, как он действует. А я уже вам сказал, что вот эти типы поведения, они очень стойкие, они не меняются. Когда человек, он всё время действует так же, и в семейной жизни, и на работе, и там в спорте, и это было всегда с детства. И поэтому криминалистам очень важно это заметить. Итак, третья группа, от которых мы можем ожидать насилия, это вот люди антисоциальные. У которых, как вы сказали, нет совести, нет эмоций, они безжалостные. 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 И это интересно, именно сейчас, в наше время, когда мы наблюдаем войну в Украине, мы видим набор этих людей массово, десятками тысяч набираются в этот был ЧВК Вагнер, сейчас набирают их в армию, прямо в российскую, набирают убийц. Мы видели, мы же все видели это видео с Пригожиным, когда он там хотел, я ищу людей с 12-13 лет, кто отсидел там за убийство, за два убийства ещё лучше. То есть они специально набирают людей, которые идут безжалостно убивать других людей, и самих себя тоже. Ещё один момент у них есть ещё интересный у этих людей, это то, что они оценивают степень риска как очень низкую. То есть у них инстинкт самосохранения практически отсутствует? Он очень заниженный, да. Из-за того, что у большинства у них есть также нарциссическое нарушение личности, то есть они считают, что они самые лучшие во всём, они самые удачные во всём. Поэтому есть, когда их направляют на штурм украинских позиций и говорят, что один из ста выживет, один из ста – это я, это хороший шанс. Именно поэтому они попадают всё время, они идут грабить банки, они идут убивать людей, они оценивают свои шансы как очень хорошие. Но и здесь, сколько у них нет никакой морали, то они легко могут направить свои автоматы и на таких же, как они, и назад на Путина, что мы и видели, когда Вагния пошёл на Москву. Именно поэтому обычно правители не берут их в армию таких людей. Это было очень странно наблюдать, когда таких людей взяли в армию, потому что с ними нет никакого договора. Я понимаю, но мне кажется, сам российский президент тоже человек, у которого отсутствует какая-то эмпатия, чувство сочувствия какое-то к людям. Иначе бы он не устроил то, что он устроил. Ну, судя по действиям, да. Судя по действиям, да. Так вот, это третья большая группа людей, которые нам, прямо вам и мне, это кого-кого нам стоит опасаться, когда мы на дороге, когда мы одни в тёмном переулке, потому что эти люди нас всё время где-то могут подкараулить. Однако, на самом деле, самая большая группа опасности в плане человечества, она у четвёртой группы людей. И четвёртая группа людей – это фанатики, которые фанатично верят в какую-то веру. Это не обязательно религия. Это может быть нацизм, коммунизм, какие-то там великая китайская семья, там этого Кима. Вы имеете корейское. Корейское, да. Извините, корейское, да. Или верили в Мао Цзэдуна, да, хунвейбины. Неважно во что. И в Мексике мы знаем империя майя, цивилизация майя, которая верила в то, что надо убивать других или приносить жертву своих людей. То есть это вера, когда надо убивать других или убивать своих. И опять же, здесь это как раз совершенно нормальные люди в плане психики. То есть если бы вы или я жили в цивилизации майя, мы бы также приносили в жертву, не знаю, там, своих детей или своих родственников, потому что это нормально. Для этого общества. Да. Для этого общества, да. Для этого общества. Так же, как это нормально для любой другой группы, которая верит во что-то. То есть это злость и это агрессивность может быть направлено не только на других, не таких, как вы, но и на таких, как вы, похожих на вас. И вы знаете, самое большое массовое самоубийство американцев в 1978 году в Гаяне, где больше 900 человек убили себя и своих детей, потому что их лидеры приказали это сделать. Так вот, это то, что мы сейчас видим на Ближнем Востоке. Это Хамас. Это люди, которые убивают, опять же, убивают без эмоций. Я видел видео, когда хамасовцы зашли в Израиль и убивали людей с улыбкой, потому что они делали богоугодное дело. И это, на самом деле, в истории человечества самое массовое, потому что мы знаем эти крестовые походы, как одни убивали других. И здесь, что интересно, что в отличие от психопатов, там, где есть какие-то нарушения, и да, были сделаны много работ, сканировали мозг, и нашли, что у психопатов есть область, которые отвечают за эмпатию, у них за эмоции, эта область у них не очень работает. И вообще у них есть заниженная работа автономной нервной системы. То есть они, когда есть тревога, они не так сильно возбуждаются, они становятся хладнокровными. То у людей, которые следуют какой-то такой дикой религии, при которой нужно и можно убивать других людей, у них как раз есть эмпатия, ну, друг к другу. Не к тем неверным, которых надо зарезать сейчас. Я понимаю, о чём вы говорите. Но я не знаю, слово фанатизм, да, фанатики, вот говорят, религиозные фанатики. Вы как раз об этих людях рассказываете, да? Да, да. Но я не хочу всю религию к этому подбивать. Конечно. Потому что есть... Есть течение определённое, безусловно. Да. И скажите, пожалуйста, если мы сейчас всё-таки рассмотрим, кто такие социопаты, раз такой термин существует, и кто такие психопаты? Буквально давайте по полочкам разложим, чтобы люди лучше разбирались. Пожалуйста. Опять же, психопаты и социопаты – это не диагноз, который поставят вам в больнице врачом. Так. Но это диагноз, который важен для криминалистов, чтобы понять, с кем они имеют дело. Это вы уже говорили, да, понял вас. Психопаты – это люди, которые совершенно не имеют никакой совести, никакой эмпатии и никакого чувства вины, вообще никакого. Но они обычно обладают довольно высоким IQ, хорошим умом. Они планируют свои действия очень чётко. Они знают, как, где, что спланировать. И именно поэтому считается, что от 5 до 20% CEO больших компаний – это психопаты. То есть они находят, как свою нужду использовать других людей для достижения своих целей, сделать так, чтобы не попасться в тюрьму. Они знают, что есть законы, они это чётко знают. Они знают, что законы для них не писаны, они могут их нарушить, но они знают, когда их нарушать так, чтобы не попасться. Например? Ну, например, вот мы видели, что случилось с финансовым рынком, когда люди явно продавали плохие акции другим компаниям, зная заранее, что они продают плохие акции или плохие пакеты акций. Там всё вместе, там и страховые компании были, и дома. В Америке, да? Да, да. Это же происходило в Америке. Да, это же происходило в Америке. В 2008 году. Но они продавали это и в Европу тоже. И всё это обрушилось. Но они не имели никакого чувства вины. Они не имели никакой совести и никакой эмпатии к тем людям, кому они продавали заранее бесполезный мусор за большие деньги. Ну, слушайте, так можно говорить сегодня, что психопаты находятся на каждом шагу, потому что очень часто вам заведомо продают какой-то левый товар, да, на любом уровне. Я не говорю сейчас на уровне CEO большой компании. Или какой-нибудь автомобильный дилер рассказывает вам, какой замечательный автомобиль. На самом деле этот автомобиль, вы выезжаете, он бывший в потреблении, он рассыпается. Скажите, эти люди, у них тоже нет чувства, вот, сожаления, чувства совести? Потому что я бы, на примере, не мог, вот я знаю себя, я бы не мог продать человеку какую-то фальшивку или подделку, говоря на самом деле, что это золотая вещь. Таких, вы меня извините, сегодня миллионы людей. Их много, Игорь, их много. Надо смотреть вокруг, да. Ещё что, как бы, делает психопата сложным, не то, что найти, а сложно отказаться от его услуг, потому что это очень, то, что называется, charming. Они очень привлекательные. Они знают, как найти к вам подход. Они скажут вам, о, какая у вас хорошая оправа для очков, Игорь. Как вы такой молодец, что вы нашли, сделали такое радио. И вы прямо млеете. Вам прямо нравится, как они с вами обходятся. Они так вас обойдут, и так вам красиво всё расскажут. Мультик, вы помните мультик Шрек? Там есть принц Чарминг. Вот принц Чарминг – это психопат. Вот это вот явный, такой красивый психопат. Психопаты – это люди, которые могут обворожить других людей, но они обвораживают и используют других людей для своих целей. И как только эти цели достигнуты, они выбрасывают этих людей. Эти люди больше не нужны. То есть, звучит это слово «психопат», да? Я помню, родители говорили, вот смотри, вот идут ребёнка, ведут родители, вдруг ребёнок хочет какую-то игрушку, они ему её не покупают, и ребёнок бросается на пол, там бьёт маму, бьёт папу, кричит, и говорят, это психопат какой-то. Вот это вот то, что мы употребляли, это слово, как мы его употребляли. Сегодня вы мне немножко расширили рамки слова «психопат». Психопат такого делать не будет. Другое дело – социопат. Социопат, если мы перейдём, что такое социопат, и как он отличается, социопат тоже имеет очень мало совести и очень мало чувства вины. Но его возможность манипулировать другими, оставаться спокойным, просчитывать так всё хорошо, она намного ниже. То есть социопаты – это те люди, которые, когда вы его случайно обогнали, он выйдет, и он вам разобьёт стекло. Когда ему нужен, например, и социопату, и психопату нужен секс. Социопат пойдёт и изнасилует. Психопат обворожит. Помните, в чём разница? И оставит тоже, ему нужен только секс. Но… Другой подход будет. Другой подход. Поэтому социопатами полны наши тюрьмы. А психопаты сидят в СИО. Понятно. Понятно. Вот и там большая разница. Интересный фильм, я заметил фильм, я знаю, что наши многие слушатели его видели, это «Острые козырьки». Очень популярный фильм. И там есть два брата, которые ведут такую криминальную семью. У китайцев есть свои лезвия. Мы с ними договорились. Я решил взяться за привлечение новых ставок. Один брат, его зовут Томми Шелби, он именно психопат. То есть он такой хладнокровный, он всё просчитывает, он знает, и ведёт бизнес таким же способом. То есть это везде. И в любви у него так же, и в бизнесе у него так же, и с друзьями у него так же. Нет друзей. Всё чётко очень. А его брат, хотя и старший, но он как бы под ним, и он именно социопат. То есть он такой более заносчивый, он более реактивный. Он там вступает в драки, он там кого-то убивает, и потом надо его доставать из тюрьмы. То есть он всё время задира такой, и он всё время попадает в проблемы. А вот психопат, он как... И, кстати, песни к этому фильму, к «Острые козырьки», я отдаю студентам почитать текст, потому что текст там как раз такой, что вот ты там идёшь куда-то далеко, тебе нужны деньги, он тебя обнимет, тебе нужна любовь, он тебе даст любовь, но у него в голове есть для тебя план, ты просто винтик в его машине. Так вот, тот человек, который даёт вам любовь, даёт вам деньги, даёт вам социальное обеспечение, но вы просто винтик в его огромной машине, это психопат. Понятно. Значит, в тюрьмах сидят социопаты. Социопаты. И в Вагнере тоже служат социопаты. Служили сегодня, непонятно, есть эта организация или нет. И я хотел вот ещё какой вопрос задать. как распознать социопата и психопата? И как защитить себя от такого типа людей? Сложно, потому что психопаты – это приятные люди. Вы видите, как хорошо. Другое дело, что поскольку это постоянная модель поведения, которая не меняется. Я прошу прощения, вы говорили о психопатах, а вот всем известный маньяк Чикатило, говорит, он тоже умел подходить к людям, после чего он совершал свои убийства. Он социопат или психопат? Психопат, потому что социопатам сложно оставаться серийными убийцами. Их быстро ловят. Это психопат, который подходит, находит подходы и сделает так, чтобы его не поймали. В конечном счёте ловят, потому что находят какое-то постоянное поведение. Это очень свойственно этим людям. И им свойственно сохранять какие-то артефакты после убийства или после ограбления и как-то гордиться тем, что произошло. Скажите, пожалуйста, может ли психопат наконец получить какое-то чувство стыда? Вот, я не знаю, там, в конце своей жизни сказать, да, я был виноват в том, что я делал, я понял. Потому что, насколько я понимаю, у них просто не вложено это в их мозг, в их сознание сострадание. Вы задали очень интересный такой, на самом деле, очень интересный биологический вопрос. Потому что то, про что вы говорите, называется лимбическая система. И она у них есть. Она не очень развита. Но когда вот брали, мы в тюрьме, и знаем чётко, что есть антисоциал нарушение личности, и делали им снимки мозга, и говорили им, вы знаете, подумайте, мы знаем, что вам это сложно, но подумайте о том, что другой человек мог испытывать, когда ему наносят какой-то вред, какое-то зло. И когда они напрягались, эта часть мозга у них начинала работать. То есть чисто теоретически заставить почувствовать что-то можно. Но это не то, что происходит у них автоматически в нормальной жизни. То есть в нормальной жизни эта часть мозга атрофируется или не работает. Она не работает. Когда вам расскажут, что происходит с другими людьми, которые страдают, не знаю, сейчас там в Израиле или в Украине, то у вас эта часть мозга и заработает. Прямо увидят на снимке. А у них нет. Но они могут заставить это заработать, подумав об этом специально. Интересный вопрос. И все-таки вот в семье как, допустим, женщине, которая терпит издевательства своего мужа, понять, что с ним не все в порядке? Стоит пойти посоветоваться в психологу. Если это постоянная модель поведения, к сожалению, ожидать изменений не приходится. Не будет изменений. Здесь надо понять, или вы будете дальше терпеть всю жизнь, готовы это, или надо сейчас уйти от этого человека. Вот опять-таки мы говорим сейчас, допустим, о семье. В семье есть муж, который зарабатывает деньги. И есть жена, которая занимается домашним хозяйством, тоже работает, воспитывает детей. Муж ее постоянно унижает, как мы говорили, и она себя не чувствует полноценным человеком. То есть он не обязательно, чтобы он даже бил ее. Можно словесно унизить. Мы говорим про эмоциональное насилие. Эмоциональное насилие. Так вот, эти люди, это социопаты, или это психопаты? Люди, занимающиеся постоянно вот таким насилием, и как мы с вами говорили, у них нет чувства сострадания. Если вы будете плакать, что вам больно, объяснять, они просто не поймут этого. Это может быть и то, и другое, в зависимости от того, как это внешне проявляется. Но для бедного человека это все равно, Игорь, потому что это не поменяется. Это будет так, и здесь, да, к сожалению, многие живут так вот и страдают из-за финансовых каких-то вопросов, из-за того, что они думают, что так лучше детям. Да, это беда. И я еще вот хотел задать вопрос, как защитить себя от таких людей, как распознать психопата. То есть, если вам делают комплименты, и вы начинаете чувствовать, что эти комплименты не искренние, а они куда-то направлены для чего-то, да? Для чего-то. Помните, что для психопата вы просто часть чего-то, часть чего-то достичь. Он не заинтересован в вас никак, это не какие-то глубокие отношения. И потом, это легко узнать, спросив человека о его жизни, а что было до этого. Потому что это не меняется. Это было и 5 лет назад, и так он вел себя с друзьями, и так он вел себя со всеми другими людьми, и в школе, и там на работе, и если он служил в армии, это было в армии. Это везде было так. И поэтому вот так это появляется. То есть, это паттерн, это не меняющаяся вещь. Хорошо. Давайте мы так подведем скромные итоги нашей с вами беседы. Мы определили, что психопаты и социопаты это психически здоровые люди. Вы говорите, в психиатрии нет таких диагнозов. Есть диагноз антисоциальное нарушение личности. То есть, у них у всех есть этот диагноз антисоциальное нарушение личности с примесью других нарушений личности. Это может быть нарциссическое нарушение личности, пограничное нарушение личности и истерическое. Это как бы четыре таких больших нарушения личности, которые объединены в одну группу. Это вторая группа, группа B. Называется кластер A, кластер B, кластер C. Вот кластер B – это вот четыре большие нарушения личности. И психопатам они свойственны в той или иной степени. То есть они могут быть и нарциссические, то есть чувство такое, что я просто суперзвезда, а все просто ниже пола, и поэтому берут высокие риски. И быть антисоциальным. И тут еще интересный момент, когда я часто общаюсь обычно с семьями, мне говорят, вот моему сыну поставили антисоциальное расстройство личности, а он совсем не антисоциальный, он любит людей. Ну, конечно, он любит людей, он любит людей, чтобы их использовать. Поэтому тут название, оно немножко мислидинг, оно немножко говорит о том, что неправильно. То есть это не то, что человек против общества, наоборот, но хочет это общество, ему нужно, чтобы это общество использовать. Мы все видели те ужасы, которые совершала и российская армия в Украине, и то, что делали террористы Хамаса в Израиле. Как по-вашему, почему сегодня мир, ведь все-таки одна война в Европе, да, как бы в цивилизованном обществе, а другая война, ну, фанатиков против цивилизованного государства. Почему все больше и больше появляется вот такой агрессии? Нам помогают в этом социальные медиа, наверное, нам помогают в этом компьютерные игры для детей. Что, куда мы идем вообще? Вот такой вот короткий вопрос. Куда мы идем? Вы как с точки зрения человека связаны с психиатрией. Пожалуйста. Я понимаю, как это у Ленина. Кто виноват, что делать? Да, ну, примерно, да. Так я вам скажу. В России и на Ближнем Востоке это немножко разные ситуации все-таки. Понимаете? Ну, я начну с Ближнего Востока, потому что мне это ближе. Нам очень важно во что-то верить. Наш мозг так устроен, что мы воспринимаем простые схемы, которые объясняют, как работает мир, и нам сложно вдаваться в подробности. Потому что если я вам положу сейчас бумажку, 10 листов, и один лист, и скажу, здесь объяснение, здесь объяснение, вы сразу прочитаете, где одна, один лист. Так устроен наш мозг. Чтобы сохранить энергию, нам нужен простой рассказ о том, почему солнце встает, почему есть зло, почему есть добро. И поэтому мы любим во что-то верить. Нам надо во что-то верить. И поэтому вера – это очень важная вещь. Когда эта вера говорит, что надо кого-то убивать, чтобы достичь этого хорошего, чтобы эта великая сущность, этот Бог или, не знаю, нация, государство тебя полюбила, тебе надо делать что-то нехорошее. Теперь, как это достигает наших мозгов? С детства, с детского садика нас учат в плане Газа, в плане Хамаса, это образование, это учат, что надо правильно убивать евреев, одевают в эти парадные костюмы шахидов, маленьких детей, постоянно показывают, как они там убивают евреев, и это прямо такой праздник большой. И ты видишь, ты к ребенку смотришь, о, сегодня праздник на улице, а что случилось? Автобус взорвался в Израиле, о, какой праздник хороший. Это все время. И поэтому здесь, кто виноват, вопрос, если вы спросите меня, не Хамас. Виновата Аль-Джазира. И поэтому, что делать, как в той ситуации, где у Израиля нет информации, где сидит каждый террорист, и нельзя в каждого террориста отдельно послать ракету, надо послать мозги людей, надо сделать серьезную, большую корпорацию, которая бы говорила на арабском языке для тех людей, которые веруют, про то, что они веруют, и про то, что это верование не включает в себя убийство других. То есть соревнование, главное, оно не должно, то есть, к сожалению, оно сейчас идет за тела людей, за то, чтобы их убить, этих бандитов, но оно должно было быть за их мозги, за пропаганду, за правильную пропаганду. И это можно сделать. Аль-Джазира – это известный катарский телевизионный канал, который вещает на арабском языке. Да, это самый главный враг. Не Хамас, потому что Аль-Джазира сделала Хамас. Я уже не говорю про то, что телестанции Хамаса и телестанции Хезбалы свободно принимаются в Европе. Это вообще какой-то нонсенс. Это дальше отравляет людей. Когда вы видите, что в Европе кто-то берет автомат и убивает болельщиков, или там на улице, или зрежет учителя, это те люди, которые слушают эти каналы. То же самое происходит и в Российской Федерации, где телевизионные каналы, они, так сказать, не с точки зрения религии, а с точки зрения, что мы боремся с фашизмом мировым. Они как бы остались там в 40-е годы прошлого века, и идет вот такое сумасшедшее отрамывание мозгов. Это тоже религия, Игорь. Это тоже вера. Это та же самая вера. Им объясняют, почему у вас нет канализации в селе. Американцы виноваты. Почему у вас нет газа. Американцы виноваты. Почему вы живете, почему нет дороги. Американцы виноваты. Вот надо американцев добить, и тогда мы построим дорогу. НАТО приближается. Какая дорога. Понимаете? Это тоже вера. Это людям объясняют очень просто, почему они живут плохо и кто у них враг. Другое дело, что туда мы не можем проникнуть. Туда, скорее всего, как-то, я не знаю, я не могу давать советы в этом плане, как-то их ограничить, делиться от них. Но от арабского мира сложно отделиться. И я не понимаю, почему до сих пор нет массивной корпорации, которая могла бы доставить достойное соперничество Аль-Джазиры и тем более каналам Хамаса или Хизбаллы. Я просто не понимаю, почему до сих пор нет. То есть мы сейчас говорим о вот этом программировании, которым занимаются телевизионные каналы и другие средства информации сегодня. Они программируют людей фактически. И такого человека переубедить очень тяжело. Очень тяжело переубедить. Если кто-то уже становится фанатиком, очень тяжело переубедить назад. Я знаю, что есть, например, в английских тюрьмах есть специальные программы, когда они берут фанатиков и пытаются их переучить. Это у них не получается. Но я тут немножко хочу сказать о себе положительного. У меня есть опыт перепрограммирования людей. Я был начальником 3,5 года в отделении. Когда я пришел в отделение, у людей была программа, видение, что они никчемные, нехорошие, ничего не умеют делать. Через 3 года они считались самым лучшим персоналом в больнице. Я поменял историю у них в голове. Я буквально посмотрел, что делает Путин. Я посмотрел, что в третьем рейке происходило. И я, да, настроил пропаганду. Пропаганду в том плане, что, так же, как Аль-Джазира. Аль-Джазира ведь не говорит неправду. Аль-Джазира говорит полуправду. Что делал я? Я подчеркивал хорошие качества каждого. Я выставлял их на показ. И каждого, и как коллектива. Я сам сказал, вы самый лучший коллектив. Они не были самым лучшим коллективом. Но когда они в это поверили, они стали. И это породило какие-то изумительные результаты в реальной жизни. Количество случаев, когда нужно было закрывать больного в одиночной комнате, упало в 10 раз. Не в 2, не в 5, в 10. Количество случаев нападения больного на медсестру – ноль. Стало ноль. Количество случаев, когда нужно было больного привязать – стало ноль. Это не потому, что больные стали другие, или персонал другой. И те, и другие одинаковые. Но персонал поверил в новую историю. Я принес им эту историю. И это большая вещь, как я это сделал. Но я к чему хочу сказать. Это можно сделать. Это стоит большого энергии, большого напряжения. И средств. И средств. Но я не думаю, что эти средства больше, чем те средства, и тем более жизни, которые сейчас мы положили в Израиле. Спасибо вам большое за очень интересную и полезную беседу. Мы все ждем мира. Ждем завершения войны в Украине. Естественно, страна имеет право на свою жизнь без указания из-за границы, из-за забора. И мы ждем того, чтобы в Израиле наконец-то установился стабильный, прочный мир. И действительно, вы правильно сказали, что этих людей надо перепрограммировать. А для этого существует понятие контр-пропаганда. Вот она сегодня, к сожалению, не работает. Не работает. Ее просто нет. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Вольво Unionville – одна из немногих компаний в Канаде, получившая сертификат Dealer of Excellence. Это значит, что мы удовлетворим любые требования наших клиентов. Великолепная культура обслуживания. У нас отличный выбор автомобилей Вольво. Дилершип стремится ответить на все нужды владельцев легендарной марки. Придите и убедитесь. Наш адрес – 4340 Highway 7 Markham. У домашнего комфорта есть имя. Салон мебели «Селин». Уже более 40 лет мы создаем уют в канадских домах с нотками итальянского шарма. Отменное качество. Дизайнерская мебель. Диваны собственного производства. Звоните 905-669-2606. Или сразу приезжайте в наш шоу-рум по адресу 8051 Kill Street в City of One. Или посетите веб-сайт selinforniture.com. Мебельный салон «Селин». Комфорт и стиль вашего дома. В недалеком будущем наши города заполнят новинки от Kia. Kia Seltos и Kia Nira EV. А сегодня ты можешь купить их первым. Автосалон Kia Trento Motors представляет новинки. Kia Seltos и Kia Nira EV 2024 модельного года. Русскоязычный менеджер Леон Вербон. Автомобили марки Kia доставят вам удовольствие. Приходите в Trento Kia. Мы поможем вам выбрать автомобиль на любой вкус. 5395 Stills Avenue West North York. Сайт Trento Kia.com. В моем доме уже давно нет телевидения, потому что я сам хочу выбирать, что смотреть. Поэтому я выбрал для себя Картину ТВ. Картину ТВ – это крупнейший русскоязычный видеосервис в Северной Америке. Тысячи фильмов, сериалов, концертов и передач на любой вкус в отличном качестве. Придите в магазин и получите личный подход, приятный бонус и чашечку ароматного кофе. Вестминстер Мемориал сообщает об открытии на своей территории центра со всеми видами похоронных и ритуальных услуг. Теперь сервисы по проводам в последний путь будут проводиться в одном месте. Элегантное современное здание предлагает различные залы и комнаты для посетителей, часовню, а также зал для проведения поминок. Все сделано для того, чтобы уменьшить хлопоты по организации и проведению похорон. Мы готовы всегда прийти на помощь в трудную минуту.